Играет музыка Играет музыка Играет музыка минимум попытаться но это мое мнение знаете когда очень много до разных там передачи в интернете рассказывают о том что сильно значит сильно залюбил или сильно залюбила значит приворожили и может быть это вот вот это это правда или нет дело в том что любовь сама по себе она уже магия человек когда влюбленным делает такие поступки он как бы сразу ограждает себя от всех друзей и родственников он кроме грубо говоря объекта которого он любит никого не видит это уже зачастую бесполезный сотрудник даже на работе он живет пол не забрасывайте идеи деток это что самом деле правда он полностью живет вот этим человеком это мы называем влюбленностью кто-то говорит это приворот кто-то черная магия естественно там обвиняют его или его всех смертных грехах на самом деле зачастую это просто банальная любовь это нормально как отличить когда просто банальная любовь от того когда приворожила просто это стандартная ситуация да когда мужчина или женщина уходит к другому ну там неизвестно кому больше не повезло шуточки но я не с черной магии шучу с любовью и отношениями на бывают такие случаи когда люди уходят другому человеку естественно все общество говорит о том что приворожили как отличить действительно это любовь или или приворожили ну это уже наверное работа ближе к экстрасенсу вот тут ну надо смотреть энергетику на фотографии надо воспользоваться даже банальными картами таро которые покажут если приворот и соответственно есть определенные симптомы приворота вот когда вот такая вот любовь грубо говоря человек ничего не видит но он не опасен для общества когда человек под приворотом девушка или же мужчина он начинает пить вести себя как-то неадекватно вот это любовь она идет определенными волнами это перепады настроения сегодня его тянет допустим к этой женщине или женщину к этому мужчине через день-два проходят щелчок какой-то в сознание вот что-то старое здравого смысла он возвращается к примеру домой вот человек он вот обычная любовь она ровным счетом ни на что не влияет но смотрят на человека как на кого-то безумца а если вот приворожить человека его поведение больше напоминает какого-то наверное даже клинического больного она ну просто неадекватная вот он пытается ради объекта которому приворот покончить собой там еще делать какие-то вещи это алкоголь это на самом деле страшно тут уже повод обратиться действительно к экстрасенсу а если ну вот допустим хорошо это внешне до внешние проявления там друзья могут подсказать как сам себе можешь это объяснить даже не объяснить понять ведешь себя неадекватно ну вот когда влюбляешься это всегда себя ведешь не так честно говоря если человек под воздействием под приворотом ему это никогда не дойдет он лично не обратиться к экстрасенсу это будут или родные близкие жена кто угодно но не он то есть он будет жить в определенно каком-то своем мире то есть делать какие-то подвиги потом выпивать потом делать какие-то вообще сумасшедшие поступки но ему никогда не дойдет что с ним что-то не так это очень редкий случай когда вот человек ему что-то доходит что с ним что-то не тонну и он обращается лично вопрошающие к экстрасенсу на практике но это 12 процента в основном это близкие на которых это его любовь непосредственно отражается как правило в очень негативном аспекте сейчас сами договоримся до совета что каждый раз когда влюбился надо бежать к экстрасенсу и проверять так это или нет на самом деле нет почему абсолютно это нормальный процесс если это любовь не мешает окружающим скажем так если это банальная влюбленность это абсолютно нормально и даже правильно это естественно но если ни с того ни с всего женщина оставляет двух-трех детей мужу и уходит непонятно в какую глушь непонятно зачем тут уже наверно вот в такой ситуации повод обратиться к экстрасенсу какие-то абсолютно радикальные кардинальные изменения происходят да и именно когда не стал до радио радикально или я бы даже проконсультировался экстрасенсов случае вот жила к примеру семья 20 лет в браке и тут внезапно уходит мужчина девушки которые там моложе тут не надо искать себя комплексы вот ушел к моложе что так это у всех я бы все равно проконсультировался на самом деле что ну скажем так не секрет многие мужчины иногда с возрастом убеждаются что их жена самая лучшая но редко кто уходит из семьи ну к примеру тут уже надо подумать может стоит обратиться почему он это сделал то есть это важные моменты иногда нужно взять консультацию чем чревато приворота прошло мы смотрим ждать на телевизор и по телевизору часто говорят о том что опасно для здоровья психика понятно а здоровье для здоровья кого привар привороженного что может быть и для и результаты вернее антиэффект и для того кто привораживает ну знаете женщина или мужчина который привораживает вторую половину он должен понимать что это в первую очередь алкоголь неадекватное поведение и когда грубо говоря ты живешь с партнером который периодически выпивает или пытается из-за великой любви выброситься в окно то это тоже наверно как минимум отражается на твоей психике и как минимум после подобных так сказать итальянских страстей можно долго ходить психологу это минимальное что может ждать для того кого приворожили ну понятно что скажем так тот же алкоголь это первый шаг гепатиту наверное даже не гепатиту ну циррозу скорее всего печени и много заболеваний связанных с алкоголем оно тоже не полезно соответственно даже самые такие простые вещи не будем брать духовность на обычном физиологическом уровне приворот не несет в себе скажем так польза почему именно алкоголь вот вы все время говорите что человек начинает пить это попытка очиститься забыться или что это попытка уйти в какую-то свою нирвану то есть выбраться уйти в какой-то третий мир он реально понимает что с ним что-то не то и он ищет выход как правило по алкоголе это уже после всех друзей которым он уже выявил весь мозг своей любовью и как он жить не может и как его тянет вот тянет и все его уже никто не слушает из окружающих потому что это уже основательно всем надоело тогда уже идет алкоголь а вторая стадия после алкоголя это уже попытки доказать второй половине что я ради ее выйду в окно и иногда знаете можно в пьяном виде подскользнуться и упасть можно же по-настоящему выйти даже если это театральное шоу иногда не вся актерская игра это хорошо на самом деле поэтому приворот это вещь такая я бы не рекомендовал но все равно до обращаются и к черным ведьмам и там или магам и белые маги обращаются за помощью привязать до любовь или там сделать ближе человек максимально все-таки черная магия любила на что лучше в этом раз уж мы пошли на способ на любые способы достижения цели тут вопрос зависит не от черной и белой магии от человека который практикует эту магию как у того или иного колдуна ведьмы там экстрасенса развит вот этот вот канал духовности то есть если человек хорошо работает черной магии то есть это сила ему подчиняется то конечно идешь колдуну он сделает то что ты просишь причем действие интересное предложение со стороны вопрошающих у нас иногда даже целая охота идет там за народными депутатами там к примеру что заказывают прям личность почему бы нет почему нельзя себя приблизить кому-то так сказать найти себе покровителя так можно на самом деле лет на и узнаете тут же начнем с того что это не просто вот так фантазия в духе я увидел человека по телевизору дайте мне вот звезду чтобы она появилась соответственно обращаются те девушки или женщины у которых есть доступ это может быть незаметный секретарь кого-либо который хотел бы стать ближе к своему начальнику чтобы видели тут даже замыслы немного понятные не только мне то есть это скажем так не только духовное но и материальное затрагивает и конечно подобного рода обращение очень достаточно все равно вообще ну как бы да человеку который делает этот приворот именно там колдун или маг да все ли равно любит этот человек или не любит этическая сторона этическая сторона тут и идет это уже вопрос лично данного примеру колдуна мага экстрасенса то есть я например ну не беру заказы но если у человека семья там сколько-то детей я понимаю что он занимает какую-то должность но это немного не есть правильно делать подобного рода обряды это вопрос этики того кто это делает кто практикует то есть кому-то перейти через этот этический барьер достаточно легко он там сделает то что от его просят или то что за закажут кому-то как мне есть определенные барьеры ну то есть через которые ну мне сложно понять ну мотивацию человека который пришел есть ли какой-то статья есть такой миф мы же мы же не относимся да как экстрасенсам и простые простые смертные существует да такой миф что чем страшнее ритуал тем сильнее скажем так даже не связь пусть и связь сильнее приворот это правда или нет это не зависит от ритуала это зависит именно от практика как он насколько он проведет тот или иной ритуал можно конечно провести кучу жертвоприношений но это всего лишь будет убийство животных какой-то садизм мы ничего больше причем достаточно очень действенное самые такие народные ритуалы которые которыми пользовались еще наши бабушки дедушки так называемые на крови которые так прикормить мужчину они дают даже больше толка чем там какой-то ритуал чуть ли не из фильма ужасов на каком-то кладбище с кучей жертвоприношений то есть тут надо понимать разницу между каким-то голливудским кино и действующей практикой самая вот простой способ это конечно прикормить мужчину подарить ему какую-то вещь чтобы притягивала к женщине но уже вот эти кладбищенские ритуалы сами надо очень аккуратно а уж тем более оставлять свою энергию на кладбище это ну не очень позитивно закапывать что-нибудь какую-то свою вещь где-то на какой-то именной могиле от некоторых даже ритуалов вот когда я смотрю интернет страшно даже мне то есть я не понимаю зачем они делаются для чего если собрать какое-то количество просмотров где-то на ютубе то может быть но в плане вот реальной практике я бы подобного не делал например ну потому что ну вот просто я хочу просто уберечь наших наших зрителей от каких-то таких вещей потому что я не я не просто так задала вопрос по поводу вот этих страшно чем страшнее тем лучше да потому что это действительно есть такое-то самый простой пример распространенный это взять свою фотографию не надо забывать что фотография несет все-таки энергетику взять фотографию скажем противоположной половины сколько кота-куриц пойти на кладбищенский перекресток убить вот этих животных потом свои же фотографии закопать на какой-то именной могиле со своим именем а мы оставляем свою энергетику на кладбище виде фотографий плюс и энергетику от этого человека ну на которого мы делаем работу ведь если мы ну я думаю что если мы любим человеком мы все-таки не закапываем его фотографии где-то на кладбище плюс еще даже вопрос не вот этих животных которых они убили причем я вот приветствую убийство животного ну с целью съесть так люди даже не думают что вот эти животные их на самом деле вот эти животных на самом деле найдут на следующий день сотрудники того же кладбища за этим кладбищем кто-то умирает и представьте себе что будет если у человека слабое сердце того же сторожа к примеру вот он с утра увидев три-четыре курицы без голов лап если человек в возрасте нету рядом реанимации можно даже себе представить чем вот подобного рода ритуал может закончиться поэтому ну я бы не рекомендовал во первых она не факт что он подействует то есть нельзя вот так взять ритуал с какого-нибудь гугла и пойти на кладбище сделать и на следующий день тебе вернется мужчина и опять же ну если ты что-то делаешь что надо постараться что как минимум твой ритуал не отражался на окружающих то есть как бы твоя любовь это твоя любовь ну не надо чтобы из-за этого страдали там прохожие раскидывая какое-нибудь мясо по дорогам и всякие вот этих комичные случаев слушать не все могут это выдержать это на очень здоровую психику подобные ритуалы то есть этого одну делать в принципе не стоит по ряду причин мне кажется просто знаете когда человеку вижу цель не вижу препятствия ему немножко по барабану что происходит с остальными людьми в таких ситуациях знаете когда очень хочется но мы с этого же и начали то что прибегаешь к любимым к любым средствам абсолютно и даже на убийство куриц бегаешь как курица с этой отрезанной головой такие же вещи не просто знаете насмотревшись но как-то не очень хорошо от всего этого действительно можно ли себя оградить то есть вот если я не хочу чтобы меня когда нибудь приворожили есть какие-то ритуалы которые могут превентивно сделать для никто не застрахован надо резать курицу оградить себя в принципе фактически ну невозможно если человек задался уже целью приворожить это идет уже как навязчивая идея это один ритуал за другим один экстрасенс если он не справился это поход к другому экстрасенсу в принципе достаточно сложно как-то оградить себя от подобного рода вмешательств особенно если женщина задалась целью то у нас женщина добьется фактически любого без приворота ну да если женщина хочет конечно лучше дать но в принципе вот именно оградиться опять же если есть прямой доступ то оградиться но это нереально то есть единственный способ да как-то спасти ситуацию это сразу подбежать экстрасенсу говорю такое ощущение что надо вот каждый раз когда чувствуешь что что-то не так как стоматологу ходить экстрасенсу проверяться нет я не я не думаю что каждый день кто-то решается приворожить и уже такой поход к экстрасенсу это должен быть как на работу это подобные случаи но если человеком раз в пять лет как-то происходят это уже хорошо и не надо забывать что грубо говоря зачастую сам человек провоцирует противоположную полу на то чтобы над ним проводились какие-то работы то есть да даже банальное отношение начальник и секретарь если бы начальник грубо говоря не давал бы поводов чтобы секретарь подумала что его надо бы приворожить или что-то с ним сделать то я думаю что никакого приворота не было зачастую мы сами виноваты в своих проблемах то есть флирт отменяется не надо заигрывать если мы вступаем даже к примеру в какие-то временные отношения то наверное партнер должен ну как минимум догадываться что эти отношения они непостоянные то есть не надо в первую очередь наверное врать врать своему партнеру потому что приворот это на самом деле ну самое невинное что может быть так напугайте меня в отношениях ну есть категория женщин или мужчин которые вот ведут такой образ жизни например у одного мужчину увели из семьи без всякого приворота 2 3 это уже становится как игра какое-то хобби и потом вот есть такое понятие контингент вечно проклятых когда вот грубо говоря отношения ничем не заканчиваются вот повстречались когда это становится как какой-то марафон эстафета когда это становится какой-то целью больше мужчин или больше женщин и соответственно в адрес данного человека который устраивает эту гонку идут определенные негативные посылы и со временем этих посылов все больше больше и больше и и получается вот такой вот я их называю контингент вечно проклятых когда тебя начинают проклинать там десяток а то или другой женщин или мужчин то это наверное гораздо хуже чем какой-либо романтический любовный приворот а чем это грозит у этого человека если человек постоянно или вечно проклятые это неприятность за неприятностью и вон перестают видеть на работе вот эти отношения которые ему казалось что вокруг его вертелся весь мир его перестают замечать у него становится да даже на каком-то бытовом уровне происходят какие-то долги какие-то неприятности появляются на ровном месте те же самые болезни человек сам не понимает откуда все это взялось это результат его бурной определенной деятельности обидел у одного человека второго третьего четвертого подумал что он господь бог а потом в конечном итоге закончил на каком-нибудь дне абсолютно не понимая почему почему ничего вообще не складывается почему его оттуда уволили туда не берут там просят кредит там у него выскочило какое-нибудь заболевание причем какое-нибудь еще и хроническое вот не было не было но нашли такой вот сюрприз к примеру а на самом деле это результат результат его жизнедеятельности в народе это называют кармой ну карма ну просто у буддистов карма это другое да а в народе обычно говорят что карма достигла наказания за грехи ну знаете может у них это и называется настигла наказания но у нас это очевидно называется проклятие причем зачастую вот эти проклятые люди они сами делают так чтобы их проклинали это редко бывает такое вот как родовое проклятие еще там как правило человек сам вот в результате своей деятельности ведет себя так что вот его хочется просто послать проклянуть еще чего-то и вот это вот опасно так у нас уже практически не осталось времени Дмитрий я вас благодарю я знаю что вы будете у нас частом гости впереди будет очень много всего интересного в том числе с Дмитрием но попозже следующие эфиры у нас будут еще интереснее если это возможно берегите пожалуйста себя будьте честными самим собой и обязательно не болейте и любите друг друга конечно спасибо спасибо Дмитрий 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 Дмитрий